Здравствуйте, братья и сестры Звездного Времени! Поговорим о неделе с 15 по 21 апреля. Это неделя, в которой произойдет полнолуние. То есть луна растет, луна идет к полнолунию, это значит ситуации и все обстоятельства как бы растут, раздвигаются по максимуму. И после полнолуния луна пойдет уже на убыль, будет происходить некая такая концентрация и сосредоточение. То есть движение сейчас идет по накатанной, мы еще как бы с горки разогнались и валим вперед, 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 двигаем все. Но что мы двигаем? Мы двигаем в первую очередь свои чувства, мы двигаем в первую очередь свои возможности заработков, и они завязаны как бы на взаимодействии с некими авторитетными делами, либо с авторитетными людьми, либо с законами и с обществом. И здесь как бы свои чувства необходимо контролировать, в первую очередь контролировать свои чувства. Знаку овна необходимо сконцентрироваться на прошлых чувствах, что-то, что было раньше, какие-то отношения, какие-то взаимодействия, либо по чувствам, либо по финансам, сейчас могут выходить наверх, и они могут создавать некие препятствия. Препятствия морального свойства, или препятствия, связанные с законами. Если морального, ну там кто-то вам скажет, когда-то ты меня любил, сейчас же ты меня не любишь. Ну и в связи с этим могут возникать некие там моральные переживания. Хуже, если это все переведется, скажем, в сторону финансовую. То есть, если кто-то вам припомнит, что вы не заплатили налоги, или там еще что-то, не пойми что. В общем, следите. Знаку тельца надо сконцентрироваться на новых проектах, новом взаимодействии, на новых чувствах. Но эти новые чувства могут быть связаны с кризисами. Что-то такое бурлящее, взрывающееся. Что-то такое, что заставит вас этой весной почувствовать себя другим человеком. На финансовых вопросах это тоже может отразиться. Поэтому старайтесь сдерживать свои финансовые чувства. Не разбрасывайтесь деньгами. И направляйте их только на необходимые какие-то сферы и проекты. Знаку близнецов надо думать о целях. Цели, которые связаны с чувствами. Цели, которые связаны с заработками. В первую очередь сейчас связаны с партнерами. С партнерством. Взаимодействием с другими людьми. И здесь необходимо как-то вот эти вот все чувства контролировать. Не реагировать очень сильно и активно на проявление чувств других людей. Потому что они, ну, в связи с этим могут возникать какие-то сложности, которые будут препятствовать как заработкам, так и достижению целей в чувствах. Знак урака. Надо думать о работе. Думайте, не надо лениться, надо больше работать, брать на себя рабочие обязательства и ответственность. Это поможет вам поднимать свой социальный статус. Это может вам показать, смотрите, сколько у меня клиентов. Или сколько у меня работы. В связи с этим я востребованный человек, который может там что-то такое в жизни сделать. И который может и имеет свой личный авторитет. Родным и близким, или тому человеку, которому вы связаны с чувствами. Ну, постарайтесь эти чувства, ну, как-то материализовать с помощью оказания каких-то услуг. Знак у льва. Надо сконцентрироваться на вопросах удачи и счастья. Удачи и счастья есть. Но она связана с, и они связаны с концентрацией, не с расслабухой, не с ленью. Необходимо вот эту всю удачу и все это счастье использовать на преодоление каких-то кризисов, на преодоление финансовых сложностей, на какие-то инвестиции. Но все здесь завязано как бы на том, не на лене, а на пахоте и движении вперед. Будет лень, будет разочарование. Знаку дел и надо думать о партнерстве. Партнерстве, которое связано с чувствами. Партнерстве, которое может быть связано и с финансами. Но в первую очередь это партнерство имеет отношение к дому, семье, недвижимости. К базовым основам вашей жизнедеятельности, соответственно, к базовой профессии. Вот в связи с партнерами могут возникать некие такие стрессовые ситуации. Постарайтесь их гасить. Знаку весов надо думать о вопросах работы, заработка, увеличения вот этого вот заработка. То есть каким-то образом необходимо взаимодействовать с партнерами, на работе, с начальниками. Каким-то образом научиться их подвигать к тому, чтобы они увеличили вам заработок. Это на самом деле, конечно, сложная ситуация. Не так быстро, но можно. Постарайтесь не упустить шансы. Знаку скорпиона надо думать о собственных заработках. Собственный заработок в первую очередь связан с удачей и счастьем, с тем, как вы проявляете свои чувства. Если вы своими чувствами людей отпугиваете, то есть начинаете там ругаться, злиться, то тогда, конечно, и заработки будут маленькие. Постарайтесь проявлять больше любви, сопереживания и прочих положительных качеств. Знаку стрельца надо сконцентрироваться на том, чтобы вы проявляли любовь и чувства в делах дома, семьи и недвижимости. Близкие нуждаются в чувствах. Постарайтесь им их передать, но не в виде какого-то прямого давления и проявления вашего собственного авторитета. Как-то более мягко, более гармонично, но передавайте и инвестируйте. Но не на широкую ногу. Инвестиции не на широкую ногу. Знаку козерога надо сконцентрироваться на общении. Близкие люди, окружающие, с ними сейчас, ну из-за того, что они проявляют огромное количество чувств, общение может осложниться. Поэтому, ну как бы, терпите, понимайте, что вот, ну происходит вот так. Люди могут вам даже там накричать на вас, но войдите в их положение и простите. Знаку водолея надо думать о заработках. Удачный и хороший заработок. И как бы хочется его связать с новым проектом. Хочется как-то дать денег другу, знакомому. Вложить не пойми во что. Но думайте во что вкладывайте. И стоит ли вам тратить свои деньги на вот это. Знаку рыб надо думать о своих чувствах и проявлении своей красоты. Будьте красивыми, следите за собой, улыбайтесь, будьте щедрыми, будьте, не знаю, общительными. Для того, чтобы добиваться цели. Это может быть очень сложно. Может быть вы начнете думать о том, что не обязательно быть каким-то красивым человеком. Должны вас любить, потому что у вас душа красивая. Нет, сейчас надо смотреть на тело в первую очередь. Хорошей недели.